Сносить этот дом в классическом представлении никто не будет. Никаких масштабных разрушений и взрывов. Почти 40% работы вручную, настоящих хендмейд с отбойными молотками и кувалдами. Дом в буквальном смысле дробят по кускам, распиливают плиты перекрытия, а мусор выбрасывают в шахту, сделанную внутри дома, чтобы разобрать самострой до фундамента. Уйдет не меньше трех месяцев. Справиться можно было и быстрее, говорят представители компании-подрядчика, занимающейся сносом. Но в данном случае рисковать нельзя. В притирку практически на расстоянии вытянутой руки от незаконной десятиэтажки находятся частные дома. Поэтому операцию для сноса разрабатывали специально под конкретный объект, чтобы не задеть соседей. По документам в этом месте должен был появиться частный дом. Вместо этого выросла десятиэтажка под жилой комплекс. Доказать в суде, что здание незаконное, о власти курорта и особенно соседи самостроя пытались три года. Поэтому на снос дома местные жители приходили смотреть целыми семьями. Возмущались все. Вся улица, все-все буквально. Ну, надеялись, но где-то в глубине души было, да. А судя по всему, по обстановке, конечно, казалось, что не произойдет такого счастья. Конечно, подействуют. Ну, теперь они, видно, будут все-таки уже остерегаться, бояться. Потому что они думали, что они власти, им все можно. Оказалось, недобросновестным застройщикам можно не все. Два месяца назад Вениамин Кондратьев посещал эту же стройплощадку и потребовал, чтобы по решению суда здание снесли. Процесс разборки дома глава региона приехал проконтролировать лично. Три года терпели. Я хочу так сказать, что, в принципе, никто не верил. Я уверен, что и вы не верили. Согласитесь? Нет, я вам верила. Другим уже будет неповадно. Ни больше, ни меньше. Знаете, порядок должен быть. Если мы будем говорить о том, что одному, второму, третьему можно, ну, тогда, по большинству, нам просто расписаться в собственной бессилии и отдать это все на хаос. Мы с вами. Все. Самое главное. Кондратьев не скрывает, что по мере сил будет пытаться следить за судьбой каждого самостроя. Ведь подобные дома вне закона – проблема не только Геленджика, а всего региона. Но лишь сносом одного конкретного здания этот вопрос не закрыть. Необходимо разработать систему контроля за незаконными стройками, чтобы можно было отслеживать действия всех заинтересованных структур на любом этапе строительства. Если изначально нет документации никакой разрешительной, нет никакого вообще изначального понимания с точки зрения град Нор, а просто так вот, знаете, лепят, иначе не ставишь. Вот только снос. И никаких компромиссов, договоренностей. Никаких. Подобные сделки с совестью и с недобросовестными строителями могут потом слишком дорого обойтись, подтверждают слова Кондратьева в компании, занимающейся сносом курортного самостроя. В этой многоэтажке уже нашли дефекты, которые были допущены на этапе строительства. Если бы этот дом, не дай бог, был сдан, то есть он реально представлял бы угрозу для жизни тех жильцов, которые... Я вам скажу, с 8% уверенностью, что бы здесь было. Через 10-15 лет бы пришлось выселять этих всех людей отсюда, из-за аварийности этого дома. Потому что на данный момент я могу показать, где он уже везде поездка стоит. Снос неудавшегося 10-этажного жилого комплекса на улице Белинского в Геленджике обойдется в 25 миллионов рублей. За все работы по решению суда заплатить должен застройщик незаконного здания. А вот материалы, которые останутся после демонтажа дома, планируют пустить на вторичное производство, чтобы получить от самостроя хоть какую-то пользу. Можно, допустим, на береговое укрепление. Вот мы будем с компаниями разговаривать на береговое укрепление, к примеру, если это подходит по строительным правилам. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Геленджик.